Музыка Вы не будете ограничивать фиксацию вашей деятельности публичной, классной и тому подобное, как это было в прошлый раз на приеме? Ни в коем разе, да? Ни в коем разе, если у вас ограничилась возможность произносить визуальные записи, Единственное, что я надеждаю вас, что я с высшим властью на ее распространение всех людей, которые не говорят. Я вас услышал. Как ваша коллега Фанфилова, отрагивись на меня в сутки, потребуете 1 миллион рублей. Ха-ха-ха. Или вы больше потребуете? В рабочее время будь исковое заявление кисайка Фанфилова, Фанфилова требует 1 миллион рублей. Дальше так, приглашение вашей спорта. Не приглашение, не приглашение, не приглашение. Нет, я не приглашение. Вот видеозапись, еще раз подчеркиваю, свое согласие на ее распространение в сети интернет и в вашем блоге я не даю. Подойдите на меня в суд. А это мое дело, что подавать, что не подавать, это я сам приму решение. Ну, я сам приму решение, слушать вас или нет ваши предупреждения. Все, мы вас слушаем. Сначала, раз вы изъединяться не хотите, тогда продолжаем. Здравствуйте, Николай Валерьевич. 14-го числа мы с вами встречались, прошла по срокам дополнительная процессуальная проверка. Какие результаты? Так, с момента нашей встречи провели дополнительное мероприятие о том, что мы с вами обсуждали еще на нашей последней встрече. Работа у нас установлена, соответственно, второй фигурант опрошен, изъято, соответственно, основного фигуранта ваше имущество в виде этой, напомните мне... Платы? Платы, да. Вот, плата произведена, произведен осмотр данной платы с специалистом, имеющим соответствующую лицензию на предмет, производились ли какие-то работы с данной платой, производился какой-то ремонт или нет. Вот, данная плата, я насколько понимаю, была, мы готовы были передать вам, но вы отказались, правильно? Нет, я не отказывалась, просто не перезвонила участковому, не совсем понимаю, по какой процедуре вы ее изъяли. Изымали ее процессуальным документом, соответственно, и на сегодняшний момент мы либо будем ее хранить в камере вещественного доказательства, либо, соответственно, по вашему ходу, если нужно передать вам. Ну, раз вы не усмотрели признаки уголовного преступления, правильно, то есть вы занимаетесь вмешательством в гражданско-правовые отношения. На каком основании, в данном случае, у ответчика Галимова Сергея Сергеевича вы изъяли чего-либо и пытаетесь участвовать подсредниками в нашей с ним, скажем так, гражданских правовых отношениях? Еще раз повторяю, с точки зрения, я не знаю, Галимов это или не Галимов, я сейчас не обозначаю фигурантов и лиц, я говорю, соответственно, о тех, у кого мы изымаем. И в отношении кого проводим проверку. Проверку мы проводим в порядке 144-145 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации процессуальную, где принимаем решение, есть ли или нет состав преступления. В сегодняшний момент вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела в связи с тем, что доказательств подтверждающих вину, соответственно, второго лица, в отношении которого имеется заявление, собрано не было. Ну, собрано это ваше прерогативо собирать. Ну, конечно. Сведения, которые изначально были вам предоставлены в виде заявлений и последующих обращений о том, что совершено хищение путем обмана, вам было достаточно или нет? Сведения? Да. Сведения о том, что путем обмана совершено хищение на момент проведения проверки было недостаточно. И на сегодняшний момент достаточно доказать подтверждающих, что это было умышленное хищение путем обмана имуществом. Нет. Было принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. Данное постановление, соответственно, вместе с материалом уголовного дела направлено в прокуратуру для оценки законности и обоснованности. Если прокуратура подсчитает, что мы приняли неправильное решение законное, данное решение будет отменено и направлено на дополнительную проверку с указанием тех мероприятий, которые необходимо еще сделать. Николай Валерьевич, скажите, пожалуйста, когда было отправлено данное постановление на проверку утверждения прокурору? 11 числа было принято процессуальное решение. Материалы доследственной проверки где находятся? С 11 числа, соответственно, должны находиться в прокуратуре. То есть, правильно я понимаю, сейчас мы не можем до сих пор ознакомиться с материалами доследственной проверки? На сегодняшний момент, с учетом принятия процессуального решения и направления их прокуратуры, я не могу вам предоставить. Когда мы все-таки сможем ознакомиться с материалами проверки, а именно получить персональные данные Галимова о месте жительства, паспортные данные, в соответствии с требованием статьи 131-132 Гражданского процессуального кодекса для подачи искового заявления. Поскольку вы не усмотрели признаков уголовного преступления, соответственно, мы будем решать данный вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Но для этого нам нужно предоставить суд исковое заявление. Поскольку вы усматриваете в данных действиях гражданско-правые отношения, некий якобы устный договор, соответственно, эта информация в принципе не может быть какой-то секретной. В том числе, это не может быть секретной с точки зрения и законодательства о защите персональных данных, о чем мы очень подробно разъяснили вашим коллегам. И в прокуратуре написали жалобу, что есть разъяснение Конституционного суда на эту тему, что УПК не ограничивает право на ознакомление, объемы и тому подобное с материалами доследственной проверки. Как только поступят нам материалы с прокуратуры, вы вправе ознакомиться с материалами проверки в полном объеме по направлению нам соответствующего ходатайства. Но сразу, с точки зрения 152-го федерального закона о нераспространении персональных данных, я гарантирую, что вам будет предоставлен материал без соответствующих этих данных. Но для того, чтобы уточнить все-таки правильность принятого решения, одновременно, пока материал находится в прокуратуре, и для того, чтобы удовлетворить либо не удовлетворить вашу ходатайство, завтра я направлю на запрос в правовый отдел УМВД для разъяснения 152-го, и, соответственно, возможности в полном объеме предоставления материалов отказа. Если мне правовой отдел разъяснит, что да, следует 152-е именно читать, именно в том виде, что персональные данные можно предоставить при данной процедуре изучения и предоставлении материалов проверки, соответственно, заявитель по ее обращению, значит, что не будет предоставлено в полном объеме. Если разъяснение будет у нового характера, это тоже будет доведено до заявителя. Николай Валерьевич, у вас есть юридическое образование? Конечно. Конечно, да? Правильно я понимаю, то есть вы на данный момент злоупотребляете своим должностным полномочиям в виде бездействия, потому что разъяснение конституционного суда вы, как юрист, должны прекрасно, отчетливо понимать и читать. Вы видели наши доводы? Вы читали те нормы права, на которые мы ссылаемся? Я читал ваши доводы, видел ваше мнение по данному поводу. Это не мое мнение, это мнение конституционного суда. Я еще раз говорю, я видел ваши доводы. У меня мнение, так как у юриста, я цитирую 152-й, в том виде, в котором я считаю, что правильно цитирую. Кроме того, мои доводы, я в том числе изучил судебную практику в этой части. И суды четко говорят о том, что нельзя распространять персональные данные третьим яйцам. Сколько нужно должностному лицу времени, чтобы дать письменный ответ на письменное обращение гражданина? В рамках нашего законодательства? В рамках нашего законодательства установлены соответствующие регламенты. Вы знаете эти сроки? Сроки, конечно. Сколько? Семь дней. Семь дней. Ну, я даже, давайте сделаю с запасом. Пускай будет даже 30 дней. Когда было подано заявление с просьбой ознакомить с материалами доследственной проверки. Почему до сегодняшнего момента никакого ответа, формального, какого-нибудь ответа, отказ и тому подобное, не был получен? Почему мы должны обивать пороги, разговаривать с Бухаровым, с Панфиловой, с кем мы там сейчас, с Ивкиным, с вами второй раз разговаривать? Почему мы не можем получить от вас письменный отказ ознакомиться с материалами доследственной проверки? Официальный отказ, как положено. Так и написать, что я буду листочками закрывать, я вас ограничиваю согласно такой-то, такой-то норме. Когда мы сможем обжаловать ваши действия и без действия? Сколько вам нужно времени? Мы принимаем решения в те нормы и времени, которые установлены в содействующем законодательстве. Насколько я помню, обращение ваше на ознакомление с материалом дела было удовлетворено, но в части касается без предоставления персональных данных. Ответ за каким исходящим номером? На что вы, соответственно, обратились в прокуратуру соответствующей жалобой? Николай Валерьевич, я вас перебиваю, потому что я задал конкретный вопрос. Письменный ответ, частично удовлетворить, полностью, как угодно, письменный ответ. Письменный ответ был предоставлен, соответствую заявителю. Исходящий номер назовите, прям готовы сейчас с ним ознакомиться. Исходящий номер я сейчас не назову. Давайте мы подождем, мы сюда пришли именно за вашим ответом. Я вам еще раз говорю, исходящий номер я не назову, но заявитель получил это письменное обращение. Это вранье, я вам официально говорю, это вранье. Вы меня дослушайте. Письменный ответ получил. И данный письменный ответ, соответственно, сотрудника органов внутренних дел, ОП номер 3, был обжалован в прокуратуру, на которой имеется соответствующее представление. Анна, вы получали какой-нибудь письменный отказ? Письменного ответа с отделения полиции мне не поступало, на мой запрос. Вам предоставляли материал? Николай Валерьевич, еще раз задаю тот же самый вопрос. Кем был подписан ответ, письменный ответ на обращение моего доверителя? Кем был подписан? Вы не пытайтесь нас ввести в заблуждение. Устное к делу не пришьешь. И то, что Анна расписалась там на каком-то корешке, что она частично там, возможно, с чем-то ознакомилась, это не освобождает вас от обязанности предоставить письменный ответ, который мы имеем право обжаловать. Еще раз спрашиваю, за чьей подписью... Еще раз повторяю, Анна Анатольевна получила в письменном виде ответ, который был обжалован в прокуратуру. Еще раз вам говорю, Анна только что вам сказала, что она не получала никакого письменного вашего ответа. Еще раз повторяю. Если она получала, назовите исходящий номер, подоставьте документы, подтверждающие, что она получила это обращение, ваш ответ. Предоставьте исходящий номер, ее роспись, почтовое отправление, исходящий номер и тому подобное, там, идентификатор почтовый, предоставьте хоть что-нибудь, неголословные слова. Понимаете, вы противоречите сами себе, потому что мы этот вопрос уже троим вашим начальникам задали. Я еще раз перечислю. Бухаров, Панфилова и Ивкин. И вот вам задает второй раз Анна, и я вам задаю, где ваш ответ? Где ваше то, что вы сейчас говорите, я буду согласовывать там с какими-то юристами, какой вам дать ответ? Вы же сейчас подтверждаете косвенно этими словами, что никакого ответа не было. Потому что вы только собираетесь это дело консультироваться. Нет, я консультировался с точки зрения того, что Анна, Анна Тужина, я так думаю, обратится к нам с точки зрения предоставления в полном объеме изучения, включая... Я обращалась к вам однажды, и обращаться больше не будет, потому что заявление было подано, ответа не получено. Нет необходимости по сто раз писать одно и то же заявление. Заявление об ознакомлении с материалами доследственной проверки было сделано, и мы ждем ответ. Вы говорите, в течение семи дней – хорошо. В течение тридцати дней – хорошо. Третий месяц заканчивается. Когда будет ответ подчиненным начальникам, мы говорили о том, что конкретно нас интересует, а именно та информация, которую необходимо указать в исковом заявлении, для того, чтобы определить подсудность территориальную, то есть это место жительства человека. Может, он вообще не зарегистрирован в городе Новосибирске? Я все понимаю и с вами абсолютно согласен в этом. Так а в чем проблема возникает? Проблема в том, что, к сожалению, 152-й федеральный закон запрещает мне предоставлять данные сведения третьим лицам. Раз вы ссылаетесь, что есть договор, в принципе, не имеет права человеки скрывать. Если бы было замечательно, если бы был бы этот договор, но этого договора нет. Если вы говорите о том, что существуют гражданско-правовые отношения, значит, вы должны собрать документы, подтверждающие данные обстоятельства. А мы-то вам говорим о том, что человек скрывается, вы вынуждены искать, где он находится. Мы занимаемся вашим расследованием, по большому счету. Мы пытаемся установить кто, фамилия, имя, отчество, где... Нас расследовать не нужно, мы свою работу выполняем сами. Плохо выполняете, о чем мы вам и говорим. Плохо выполняете. Мы достаточно хорошо выполняем. Вам ОПК дает 10 дней максимум для того, чтобы принять решение в соответствии с статьей 145. Вы нарушили все сроки. Вы все сроки нарушили. И прокуратура на это обратила внимание. И повторять не обязательно мне 10 раз. Я говорю о том, что вы нарушили ОПК. Вы должны в течение трех суток принять решение. Мы не нарушили ОПК. Исключительно до 10 суток может быть продлена вот эта проверка. Но если вы так внимательно изучаете ОПК, значит, почитайте еще раз. Я его не изучаю, я его просто знаю. И советую вам его тоже почитать хотя бы на ночь. Я его достаточно знаю. Плохо вы знаете. Еще раз вас спрашиваю. Если есть необходимость, то продлевается материал проверки до 30 суток. Да, прокурором. Почему прокурором? Потому что... Если находится в производстве следователя, значит, если вы руководителем следственного органа. Если, соответственно, производится дознание, то, соответственно, как вы правильно говорите, прокурором при установленных обстоятельствах. Почему вы до сих пор не возбудили уголовное дело? Дальше, по окончании процессуальной проверки принимается, ну, из трех решений. Либо направление по последствиям... Не надо не проводить консультацию. Я знаю. Либо вы же меня, соответственно, пытаетесь... Я вам задаю вопросы. Я хочу понять, почему не возбудили уголовное дело. Вы начинаете с нашего... Ответьте, пожалуйста, почему... Хорошо, будем считать, что вы знаете. Я уже ответил на ваш вопрос. Поясните, пожалуйста, вы допрашивали, допрашивали, даже не допрашивали, это не процессуальные действия. В рамках доследственной проверки вы опрашивали работников, которые работают в этой конторе на Егорово-13? Допрашивали хоть одного работника? Мы опрашивали тех работников, которые непосредственно принимали участие в осмотре, соответственно, имущества нашей заявительницы. Можете перечислить, кто эти работники? Фамилию вам назвать? Нет, фамилии не надо. То есть, я так понимаю, Недосекин и Галимов, правильно? Еще кого-то опрашивали? Еще кого-то опрашивали. В рамках материала проверки. Опрашивали на тех лиц, которые, соответственно, якобы куда сдавались, сдавалась эта плата. Ну, мастеры, я так понимаю, по ремонту бытовой техники, наш НИТ-17, правильно? Сейчас я не буду озвучивать фамилии. Но мы в любом случае... Нет, фамилии не надо озвучивать. Я про то, что, как говорится, мы в любом случае шмонтированы. Будем проверки ознакомиться? Мы эту всю информацию получим. Я на данный момент хочу понять, почему у нас информации больше, чем у вас. Почему? Ну, поделитесь со мной этой информацией. Ну, это не наша работа. Я же вам не говорю, поделитесь со мной вашей заработной платой, отпуском и тому подобное, прочими льготами. Но я же не прошу вас это сделать. Но почему-то у нас есть и видео, у нас есть и показания, ну, в данном случае не показания, а объяснения тех лиц, которые там работали, которые прямо рассказывают, как, что они обманывают, что никто там никого не учит, сколько денег они зарабатывают, что эта контора вообще никакие договора не заключает. Почему мы это все знаем? Мы знаем, что это федеральная контора, что она находится в разных городах, предполагаем, что крышуют. И у меня возникает мысль, кто крышует на нашем уровне, в городе Мурманске. Почему у нас не допрашивается директора этой организации? Почему вот эти обстоятельства не устанавливаются никак? Вам фамилии нужно знать? Мы можем вам фамилии директора назвать, мы можем адрес назвать, мы можем вам сказать людей, которые там работали, которые отказались от этой работы, потому что это мошенничество. У нас есть эта информация, когда она у вас будет? Вы меня не дослушали. Если у вас есть какая-то информация, говорящая о том, что дополнительные фамилии и что они действительно совершаются, некие преступления на территории нашего обслуживания, мы готовы эту информацию проверить. Мы не говорим про некие, мы говорим о конкретном. Если она подтвердится, то мы приним процессуальные решения. С точки зрения, касающегося данного случая, вот сейчас, именно этого случая, именно, соответственно, с Анной Анатольевной связанной, к сожалению, в этой ситуации мы не видим состава преступлений. Кто вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Тот, у кого находился производство. Ну, я и спрашиваю, кто? Ну, участковый полномоченный. То есть, орган дознания. Правильно я вас понимаю? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, по части 2, статьи 169, мошенничество. 169, это не мошенничество. 159, да, оговорился. 159, естественно. Кто принимает решение? Части по 2, я обращаю внимание. Орган дознания? Если мы ведем речь об отсутствии событий или состава преступления, может принимать решение, в том числе, в орган дознания. Об этом есть соответствующее разъяснение судов, может тоже знакомиться. Если возбуждать уголовное дело, вы имеете, я понял ваш вопрос, то возбуждает уголовное дело, даже не свои подследственности, может, в том числе и в орган дознания. Хоть даже по 105 или 111. Кто конкретно с Анной заключил договор? Устный, предположим, гражданско-правового характера. Галимов, Недосекин. Опять же, фамилию я сейчас не буду озвучивать. Я называю, я называю фамилию. Вы можете, вы можете, ну, я не могу вам не подтвердить, не опровергнуть, вы можете все это ознакомиться в материалах уголовного, вернее, в уголовное дело, отказного материала. Есть постановление, которое вам должно было быть направлено. Но мы сюда пришли именно по существу с вами поговорить, потому что, возможно, вы усмотрите. Вот по существу-то мы с вами разговариваем, только вы меня не слышите. У меня должно было быть... Специальное решение принимается 11-го числа, незамедлительно. Постановление об отказе и возбуждении уголовного дела должно направляться, соответственно, в ваш адрес. А вот 14 декабря это незамедлительно? Устоймить его до 14 декабря. Ну вот что-то нет ничего. В зависимости от того, если почтой, либо электронным документом, если вы обращались в электронные документы, не предоставлены, ну, это нарушение, соответственно. Вот как зафиксировать это нарушение? У меня до сих пор нету документа. Пожалуйста. Николай Валерьевич, пишите. Согласно приказу МВД номер 736. Неисполнение приказа, вы знаете, чем заканчивается. Что писать? Пишите. Что писать? Жалобу пишите. Под диктовку. Давайте, жалобу я напишу. Значит, жалоба на несвоевременное уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление. Вы сейчас только что под видеокамеру признались, что есть нарушение. Пожалуйста, примите меры к тому человеку, который надлежащим образом, своевременно не известил моего доверителя о том, что было принято такое решение. Вы мне не говорите, что делать. Я почему не буду говорить? Я имею право говорить. Я сейчас выяснил, что 11 числа, если есть в материалах проверки, ваше заявление, говорящие о том, что просим направлять в электронном виде документ, уведомлять вас. Если этого не было сделано, значит, это нарушение. За это человек будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Если это так подтвердится. Либо это направляется не в электронном виде, а в почве. Если не в электронном виде, в какой срок направляется? Это уже в зависимости от почты. Я сейчас не про почту говорю. Я не говорю о моменте получения. Я говорю о моменте отправки. Правильно, то есть 11 числа должно быть отправлено. Следующий вопрос, вы как отправляете? Простыми письмами, заказными или вообще, почему простыми? Вы обязаны заказными, чтобы подтвердить сам факт отправления, иначе это, понимаете, все бла-бла-бла. Это ваша обязанность подтверждать то, что вы выполнили требования законодательства о соблюдении сроков. Наша обязанность направить документы. Хорошо, предоставьте тогда для подтверждения, чтобы нам установить, были вам и нарушены сроки или нет, опись тех почтовых отправлений, которые были сделаны. Опись? Конечно. Как вы подтвердите отправку вашей корреспонденции, установленной законом сроки? Для того, чтобы подтвердить и проверить, мы по вашей жалобе проведем соответствующий проверку. Пишите жалобу. Я напишу жалобу, не надо, сам на них указывать, что делать. Ну я второй уже, третий раз говорю, пишите. Вы мне задаете попутно вопросы, не могу делать это. Я уточняю, для того, чтобы грамотно сформулировать жалобу. Потому что вы начинаете про какую-то электронную почту говорить. Это вас не освобождает от обязанности своевременно направить соответствующие постановления, а не затягивать и сваливать на почту. У нас сейчас модно на почту сваливать. Никто не сваливает на почту. Тогда предоставьте документы, подтверждающие, что 11 числа было направлено. А почта это уже отдельная история, когда к нам придет. Вы пишете или вам диктовать? Суть вы уловили или нет? Я запишу сейчас сведения, от кого поступать. От кого поступать жалоба? От меня. От вас. Еще раз уточняю. Вам продиктовать, либо вы поняли суть и грамотным юридическим языком все напишите? Вы мне продиктуете. Хорошо, отлично. Это не вы, Анна Анатольевна. Он по доверенности. Николай Валерьевич, не унижайте себя. Своё юридическое образование. Я не унижаю себя. А что вы делаете? Я здесь для чего присутствую? Для того, чтобы за Анну Анатольевну сделать соответствующие процессуальные действия. А именно, продиктовать вам суть жалобы. Вы тут цирк устроили с проходом сюда представителя. Если вы достаточно подкованной грамот. Я достаточно подкованной. И не надо мне сейчас пытаться там что-то... Значит, вы должны понимать, с точки зрения, кто является представителем и кто нет. Конечно, я представляю. Да. Да. Ваши сотрудники почему-то просят написать ходатайство. Может, мне ещё и отвод заявить вам здесь? Нет? Вы ничего не перепутали? Это чтобы грубо не говорить, что попутали. Вы правоохранительный орган. Вы не суд. Вам доверенность будут предоставлять. Только тогда, когда она будет необходима. Когда я буду действовать от имени моего доверителя сам. В её отсутствии. Ну, сейчас потренируемся, жалобой писать. Я думаю, пригодится вам. Прошу предоставить информацию о своевременности отправки постановления по отказе возбуждения уголовного дела от 11-12-го. Простите, не так быстро. О необходимости предоставления. Ну, вы суть уловите, а там уже напишите. В ление. О своевременности. О необходимости предоставления информации, правильно? Да, да. Предоставить нам информацию о своевременности отправления постановления об отказе возбуждения уголовного дела, которое было вынесено 11-го декабря. Ну, я так понимаю, вот, недавно. Ещё вопрос обостровался. Прочитайте, пожалуйста. О необходимости предоставления информации о своевременности в направлении постановления об отказе возбуждения уголовного дела по моему заявлению. Число? Правильно? От 11-го числа постановления. Отказ от 11-го. Об отказе возбуждения уголовного дела. Да, не тот предыдущий, а от 11-го, да. 23-го. А вы так ещё стрелочкой вот сюда вот покажите, а то получается, что заявление от 11-го трактуется неправильно. Последнее. Стрелочкой, может, не буду рисовать, это же не график. Угу. Применяйте. А, но у нас фиксируются на виде, я думаю, будет очень стыдно, если бы будет ответ какой-то не по существу. Ну, видео-видео, а бумага-то бумага. Ну, это понятно. Надо, чтобы всё чётко было. Я думаю, что Николай Валерьевич всё-таки научится. Причём у меня такой вопрос, Николай Валерьевич. При нашей встрече, 14-го числа, вы мне сказали о том, что вы позвоните в прокуратуру и уточните по поводу получения персональных данных, насколько это законно. Вы звонили? Мы немножко по-другому с вами договались о том, что вы не предоставите ответ на ваше обращение из прокуратуры в части, касающейся персональных данных. Было такое? Было. И это было. Но ещё было, что вы лично позвоните в прокуратуру и уточните законность. Вот это вопрос. Мои звонки были или нет, я, соответственно, сейчас не буду выговаривать в части, касающейся. Если у вас есть некий документ, ответ на ваше обращение из прокуратуры, то можете сейчас продемонстрировать. Ну, смотрите, я была на личном приёме у прокурора Сергея Поволина. Это было 8 декабря. Это совместно с уполномоченным по правам человека в регионе Михаилом Шиловым. В том числе на этой встрече мы обсуждали вопрос предоставления персональных данных. Так вот, значит, Сергей Поволин совместно с Михаилом Шиловым сказали мне о том, что это неправомерно ваше требование, точнее, как сказать, неправомерно ваше ограничение, скажем так, информации в части персональных данных, обосновывая это тем, что когда идёт какой-то уголовный процесс, идёт рассылка уведомлений, то преступнику в том числе, ну как обвиняемому, там не знаю кто, ему точно так же приходят уведомления и письма с персональными данными, заявителей, там третьих лиц и всех остальных. То есть на данный момент ваше ограничение, оно неправомерно. У меня пока письменного ответа нет у нашей встречи, потому что сроки ещё не подошли. Но просто я вам говорю о том, что Калядин Алексей Сергеевич, в МВД по полостному, у которого мы были на приёме, и у которого есть видеозапись, и Сергей Поволин, наш прокурор совместно с Михаилом Шиловым, тоже говорят о том, что ваши действия неправомерны. Пока у меня есть такая вот устная информация. Закольцевать я всё это хочу именно тем, что на прошлой встрече мы с вами обговорили момент, что в случае, если вы действительно неправомерно ограничиваете меня в получении персональных данных, с вас извинения. Конечно. Всё хорошо. Главное, чтобы вы это помните. Я могу перед вами извиниться только за то, что я был вынужден принять вас в своём рабочем кабинете, где, к сожалению, невозможно было производить аудио-видео фиксацию. Я должен был бы принимать здесь, но кабинет был занят дознавателем на тот момент. Поэтому... Есть посетители, в том числе, по приёму граждан, что я, в принципе, и сделал. Но по общему правилу мы должны принимать в кабинете по приёму граждан, где мы сейчас с вами находимся, где можно производить аудио-видео. Всё верно. Я после нашей встречи прочитала инструкцию. Да, я теперь в этом отношении. К сожалению, тогда, почему я вас попросил убрать, именно в этой части, я так думаю, все те наши с вами разговоры и, соответственно, обсуждения и договорённости, которые были, по-моему, сейчас я вам подтвердил их, и то, что было необходимо сделать, то, что мы с вами обсуждали, по-моему, сделали в материале проверки. Скажите, что я не сделал. Проводим дополнительную проверку, проведём определённые мероприятия, даже, причём, озвучено было, какие мероприятия мы проведём, по моему мнению, с точки зрения того, что необходимость подтвердить и опровернуть, есть ли состав преступления у этого лица или нет. Мы их провели, к сожалению, на сегодняшний момент, ещё раз говорю, что состав преступления пока мы не видим. Если, говорю, прокуратура поправит нас и скажет, что да, ваше решение незаконно, необоснованно, есть необходимость проведения дополнительной проверки, они нам соответствующим образом отменят постановление и направят на новую проверку. С точки зрения вашей просьбы, вернее, обращения, жалобы и так далее по персональным данным, соответственно, по поступлению материала, к моменту поступления материала, я так думаю, вопрос в части, касающийся подтверждения либо опровержения своих доводов, я найду посредством, соответственно, получения ответа с разъяснениями на мой вопрос, который направлен в правовой отдел. И по результатам, а может быть, к этому времени у вас будет решение прокуратуры, да, по вашему обращению, и по результатам уже будем принимать решение. Если решение будет прокуратурой, что да, действительно, мы не правы и необходимо будет вам предоставить полный объём материал проверки, мы его предоставим, с моими извинениями. Если решение прокуратуры будет иным образом, но вы сами всё увидите, в ином виде материал вам был уже предоставлен. Скажите, пожалуйста, все-таки у нас возникла конфликтная ситуация в связи с тем, что вы нас в 17 часов не приняли, как было мы записаны. Скажите, пожалуйста, как нам расценить вот эту ситуацию, когда вперед нас прошел человек, который был записан на 18.30. Скажите, пожалуйста, это было ваше умышленное действие, или это была, скажем так, неосторожность, незнание, и вы готовы извиниться за данный поступок? Объясняю, в данной части, соответственно, на приеме было записано, согласно имеющей у меня карточке, без какого-либо представителя. Вы отказались прибыть на прием граждан без, соответственно, лица, который сейчас здесь находится, и записывать наши все разговоры. Тогда, соответственно, оперативный дежурный попросил предоставить документ, подтверждающий, что это все-таки ваш представитель. Почему документ должен быть при необходимости, если записался один человек, а приходит несколько? Значит, это если есть представитель. Есть статья у нас 45 главного процессуального кодекса, которая говорит, лицо может представлять интерес, иное лицо может представлять интерес у заявителя, либо на основании доверенности, либо, соответственно, если это адвокат, соответствующий ордер, либо иное лицо, о чем письменно ходатайствует заявитель. Все. Как только поступило от вас соответствующее ходатайство, вы были приняты вместе с представителями. Вот смотрите. За то, что это слишком, за то, что долго слишком это все, но, к сожалению, я не мог посетителей, которые записались после того, как с 18, 18, 30, отодвинуть по времени, потому что они по времени пришли. — Согласно инструкции об организации рассмотрения обращения граждан, пункт 181, допускается прием по предварительной записи. Отсутствие предварительной записи не является основанием для отказа в приеме. — Конечно. — То есть вас сейчас, на данный момент, может посетить любой гражданин, в том числе и Владимир Мамаев. — Конечно. Но любой гражданин может даже посетить меня без записи, да, по живой очереди, но в части, касающие своего обращения, а не в части того, что, я же не знаю, можно ли при нем обсуждать те материалы, которые касаются исключительно вашего заявления. — Так, если вам, ваш посетитель, который записался, говорит о том, что вот это мой человек, помощник, вы можете его называть как угодно, представитель, помощник, оператор, как угодно, почему я не могу присутствовать, если об этом настаивает заявитель? — Устное заявление. — Ходотайство поступило. — Какое ходотайство? Вы не в суде. — Еще раз повторяю. — Ходотайство — это документ, который в рамках процессуальных норм. — Вот, конечно, мы же в рамках процессуальных норм. — Каких процессуальных норм? — Вы даже дело не возбудили, вы понимаете, все вот эти объяснения, которые даны, они лживые, и они не имеют никакой эридической силы. — Давайте так, давайте так, мы с вами в цивилизованном мире живем. — Конечно. — Вот это замечательно. Мы проводили проверку в рамках уголовного процессуального кодекса, принимали процессуальные решения. Человек обратился ко мне, соответственно, записался на прием к граждан именно по данному материалу, по принятому процессуальному решению. Соответственно, мы руководствуемся уголовным процессуальным кодексом. — Вот смотрите. — Уголовно-процессуальный кодекс, я подчеркиваю, еще раз говорю, что 45-я статья уголовно-процессуальная. Кто является представителем? Если бы, соответственно, вы своевременно пришли и сказали, вот у меня соответствующая ходатайство, согласно которой хотел бы, что со мной присутствовал. — Поскольку я все-таки здесь представляю юридический момент интереса, я все-таки хочу вас оборонить. — Это то, что долго это все происходило, но, к сожалению, говорю, да, за это я могу сказать им извините, в части касающейся того, что... — Мы вам вытягиваем, вытягиваем. — Мне бы тоже было тяжело сидеть, но у меня посетителей было сегодня достаточно много. Вы сами видели, вы ходили. — Все-таки поизучайте и узнайте, кто когда получает статус. — Я это знаю. — Все. Вот давайте не будем сейчас меня, в частности, рассматривать, там, допустим, как в рамках УПК. Хорошо? — Я вас буду рассматривать как в рамках УПК, потому что, опять же, речь идет о принятом решении в рамках УПК. Другой нормы законодатель не предусмотрел. — С точки зрения, соответственно, той инструкции, которая у нас есть по приему граждан, она ничего не описывает, в части касающейся... Если бы там прописано было, в части касающейся, если бы обратился заявитель на прием граждан со своим представителем, как оценивать, какие документы должны быть, вопросов нет. Было бы там прописано представитель по устному оборудованию лица, хорошо, вопрос даже бы снялся бы. — К сожалению, это норма. — Сейчас зафиналил этот маленький разговор, я просто зафиналил, я просто обычно какие-то комментарии выкладываю, там нормы. Если вам будет интересно, зайдете, почитаете. — Да я уже смотрел как-то в блок. — Ну, прекрасно. Анна, теперь я буду молчать, теперь говорите. Я думаю, что мы самое главное получили обещания, извинения с трудом, но главное, что они есть. — Еще ко мне вопрос. — У меня нет, Анна, у вас есть вопрос? — Вот смотрите, по поводу приема. Я сейчас написала на следующий прием, на 30-е, 12-е, у вас прием в субботу с 11 до часа. Я написала заявление по вашей форме, с КУСПом, все как, уже даже так, с присутствием Владимира Владимировича Мамаева. Так вот, на эту данную встречу я записывалась по телефону, соответственно, под аудиозапись. И девушка, которая принимала мое заявление, она однозначно узнает себя. Вот у меня по этому случаю вопрос. Кто будет виноват в том, что сейчас у вас в карточке только номер прописано? — Записывались вы карточки и прописывали? — Я с обязательным указанием, что я буду со своим представителем, фамилией, имя, отчество, номер телефона. Ну вот, вы написали по этому поводу заявление, на обращение, жаловы. — Давайте напишем. — Мы сейчас вот это вот дискутируем, и мне очень интересно, кто будет нести за это ответственность. Кто ответственен за то, что сейчас произошла такая вот ситуация, что меня не пускали с Владимиром? — Нет, давайте так. Не пускали вас с Владимиром, я уже объяснил почему. У вас не было подтверждающего документа, говорящего о том, что он ваш представитель. То, что вы захотели с ним прийти, ну, хорошо, вы захотели с ним прийти. Но вопрос, он должен находиться в этом комнате исключительно с определенным статусом. Он как ваш представитель, как близкий родственник, либо, соответственно, как представитель средств массовой информации. — Ну, мы примем этот дискуссионный вопрос на следующую встречу. — Я думаю, вы же стоящее руководство, я думаю, даст оценку, что, оказывается, вы не имеете права присутствовать с тем, с кем пожелаете. Нужен обязательно статус какой-то, диплом хорошо, что не требуете. Что там еще? Ну, нет, доверенность требует. Хотел сказать, доверенность не требует. Ну, требует. Хорошо, ну, слава богу, не нотариальные. — Записали на следующую встречу. — Ладно, все, тогда у меня больше вопросов нет. — Следующая встреча, я так думаю, будет касаться в части касающегося ознакомления полного или неполного, правильно? — Да, должно как раз прийти много ответов. — К этому времени, я думаю, у нас будут соответствующие ответы, которые дадут, вернее, соответствующие документы, которые дадут ответы на многие вопросы. Есть возможность, нет возможности. И если будут ответы в вашу сторону, вам будет предоставлен полный объем материал для ознакомления. — К 30-му числу будут уже готовы ваш ответ, который вы в правовое отделы? — Ну, я надеюсь, потому что завтра направлю запрос с просьбой разъяснить мне соответствующие статьи нормативных документов. И в течение, думаю, недели мне должны дать ответ. Сегодня по числу 14-й, к сожалению, выходной у нас, да. — Николай Валерьевич, извините, у вас прием. — Я все-таки вклеюсь в разговор, какую неделю, в течение недели. По-моему, вы это должны сделать уже вчера. Вот после нашего разговора вы должны сесть за вот это юридическое обоснование, либо отказа. — Ну, давайте так, к 30-му числу я буду готов дать вам ответ. — Нет, у меня к вам просьба, что 30-го мы пойдем за отчетом вашим, а получить мы должны результат гораздо раньше, завтра. — Понимаете? — В части чего? — В части получить письменный ответ на наше обращение о том, что вы нам препятствуете ознакомление с материалами доследственной проверки. — Завтра вы получите этот ответ. — Все, вот это я хочу узнать. — В электронном виде? — То есть, если этот ответ направлен не был. — Можно суда дописать, что разрешали. — Если этот ответ направлен не был, насколько я понимаю, этот ответ был направлен, и этот ответ вы обжалованы. — Ну, я надеюсь, завтра у меня будет ответ прокуратуры, представление в части, касающиеся неполном объеме предоставления вам ответа, чтобы иметь уже… — А Вы знаете, да, что завтра срок ответа? Ну, я же был в прокуратуре, мне уже показали представление, потому что, да, представление в муадость будет направлено. А что такое представление? Громотные люди. Ну, нарушение условий, то есть, в частности, касающиеся того, что не в полном объеме вам предоставлен был ответ. А вы уже его видели? Без указания даты, времени. Вы уже видели, что мне завтра направят? Ну, мне же, соответственно, в прокуратуре озвучивать претензии, которые есть, есть обращение. И что там написано? Разрешите поливопытствовать. Нет, что мы не правы в части, касающейся неполного предоставления ответа вам на обращение. То есть, должны были отразить в уведомлении дату, время с вами согласовать, когда вы будете ознакомлены с материалами проверки. А с персональными данными что там? Про это там ничего не сказано. Но если это тот ответ, я не знаю, может, у вас еще одна жалоба есть? Я не готов вам сказать. Подождем. Не, ну, может, другое представление будет, я не знаю. Николай Валерьевич, по-моему, 17-я серия будет. Подпишитесь обязательно. Я думаю, к 30-му числу мы эту серию уже закроем. Я думаю, что будет очень длинный сериал. Потому что я уже пояснил вам, если, соответственно, мне не дадут ответы на вопросы, которые вас интересуют, и все-таки я останусь при своем умении, что я не могу вам предоставить третьему лицу, ну, как лицу, которое не имеет отношения к нашему фигуранту, его персональные данные, я уже вам рекомендовал. А как, объясните мне, вот я, например, безграмотно, да, вы говорите, третье лицо, есть первое и второе. Кто из них первое, второе, третье? Это немножко в части касающейся, как сленг, будем так говорить, при юридических нормах. Грубо говоря, есть потерпевшая сторона, есть лицо, в отношении которого проводится проверка. Если меня не переубедят в части касающейся того, что я не могу вам предоставить персональные данные лица, в отношении которого проводилась процессуальная проверка, в отношении которого, кого вы писали заявление, вы, мое, соответственно, решение, оформленное в писанном виде, да, мышцы, должны вам дать ответ. Предоставляем вам, не предоставляем. Умите право обжаловать не только в прокуратуру, но и в суд. В суде, соответственно, можете заявить, когда та, если просьба предоставить вам материалы проверки для ознакомления, и суд может принять решение, что тут же не замедлить, на ходе просмотрения вашей жалобы по существу, рассмотреть, в том числе дать возможность вам ознакомиться с материалом. А, еще один у меня момент такой. Это гораздо быстрее времени займет. А, вот еще такой один момент. Смотрите, я так поняла, что я не одна на Гаримова Сергея Сергеевича писала заявление. Вы приняли во внимание, что это неоднократное обращение граждан в адрес этого человека? Ну, мы сейчас этого человека не будем обсуждать, именно вот в этой стадии, здесь и сейчас. Нет, ну просто, как мне этот вопрос, я вспомнила, мне этот вопрос задал прокурор Сергей Поволин. Были такие обращения? А я его спрашиваю, я говорю, а я вообще, ну, как бы имею право задавать такие вопросы органам полиции? Он мне говорит, ну, да, мы вот поставим на контроль этот вопрос, но, видимо, он дойдет до вас в скором времени. Пока вопросов к прокуратуре у меня нет, они в сроке всегда укладываются, и, в общем-то, все письма достаточно объемно написаны и даны конкретные ответы. Нет, сейчас, ну, что могу сказать, что мы сейчас собираем материалы, ну, за несколько, за какой-то период времени, чтобы посмотреть, оценить, проанализировать с точки зрения работы именно этой организации. Егорова 13. Ну, я сейчас, опять же, не буду озвучивать, какая, в отношении кого, в отношении как, в общем, с точки зрения, будем так говорить, одинаковой ситуации, которая с вами произошла, нам нужно посмотреть и поанализировать, а сколько таких ситуаций, в принципе, было, для того, чтобы уже принимать, понимать общую суть проблемы, принимать определенное процессуальное решение. Может случиться так, может случиться так, что будет какое-то там возбуждение, при наличии всех данных, указывающих на данный факт, возбуждение, предположим, уголовного дела по всем потерпевшим, то есть это не один потерпевший, а будет там 30, 20, 40, 50, говорящий о том, что в течение определенного периода времени ситуация происходит с точки зрения мошеннических действий. Для этого нам нужно понять, в общем, что происходит. Я почему-то сказал, что именно в вашей ситуации, именно в этой части, в одной, если вы разделяете, состава нет преступления, будет ли он в совокупности с другими, не знаю, может быть, будет. Ну, поэтому и нужна дополнительная проверка, чтобы опросить остальных потерпевших, чтобы опросить лучших работников и так далее. Мы сейчас не озвучим все остальное, это я, в общем, сказал, что в перспективе может быть. А, в перспективе, то есть это как бы не сейчас, а типа как бы в общем-то если... Но это точно не сегодня, да. Нет, я имею в виду, как вы мне тогда ответили, ну мне прокуратура скажет, ну я типа и сделаю. Нет, я такое вам не говорил, я вам сказал тогда по поводу прокуратуры, по вашему обращению. Если по вашему обращению прокуратура, соответственно, озвучит, что да, действительно, мы неправы, я обязан вам предоставить персональные данные, нарушение там 152-го федерального закона, я его неправильно как-то трактую, тогда я, то есть с учетом того, что это надзирающий орган, я обязан будет подчиняться и предоставить вам эти данные. Но на сегодняшний момент, говорю, у меня трактовка этого закона, к сожалению для вас, и это именно такая, что я при всем своем желании не могу их предоставить вам. Ну, в общем-то, то же самое, просто, более развернуто. Ну, то же самое, просто я... Ну ладно, все тогда, давайте, в принципе, не менее... Совершаем встречу, оставим... Надеюсь, у нас встреча достаточно конструктивная была, поначалу это взведенная, с точки зрения того, что были, понятно, что вы недовольны, но по определенным причинам, к сожалению, так получилось, что... Но мы, я так думаю, разрулили эту ситуацию, разрешили, неправильно сказал. Николай Валерьевич, я... Вопрос в части, касающийся 30-го числа, но к 30-му числу, я думаю, буду готовить дать вам ответ, в том числе и по персональным данным. Пять копеек ставлю все равно. Николай Валерьевич, все-таки я понимаю, что мы сейчас сгладили нервную обстановку, но я привык о людях судить по поступкам. Поэтому одно дело мы с вами красиво поговорили, ушли на позитиве, а другое дело все-таки должен быть результат. Мы ждем результат. А я для этого нахожусь на этой должности, в принципе... Субтитры сделал DimaTorzok